В ночь 14 на 15 апреля в 1912 году в Атлантийском океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход «Титаник». Погибло около полутора тысячи человек. Лишь 712 человек спаслось. Их подобрав пароход «Карпатия». Обломки затонувшего «Титаника» были найдены спустя 73 года после трагедии в результате экспедиции Роберта Балларда. Российские глубоководные аппараты «Мир» в 1991 и 1995 годах погружались к развалившемуся на три части кораблю. Снятое ими видео позже вошло в легендарный фильм Джеймса Кэмерона. 16 апреля. В этот день в 1917 году на финляндский вокзал Петрограда прибыл поезд, в котором вернулся из эмиграции Владимир Ленин. На родине вождя торжественно встретили члены Петроградского совета и специально мобилизированные 7 тысяч солдат. Мария Ульянова позже напишет в мемуарах, что Сталину и Каменеву удалось невозможное. Были молниеносно отпечатаны и расклеены прокламации, извещавшие о приезде, мало кому известное за пределами круга общения крайней левых партий Ульянова-Ленина. Были задействованы десятки агитаторов, вызван почетный караул из кронштадтских моряков, оркестры, делегации, знаменные лозунги, прожекторы и, разумеется, ежорские броневики, один из которых послужит трибуной вождю пролетариата. 17 апреля 17 апреля 1722 года царь Петр I сдал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека. С этого дня был установлен единый размер годовой платы за сохранение бороды – 50 рублей. Уплатившим деньги выдавали бородовые знаки, которые они были обязаны постоянно держать при себе и предъявлять по первому требованию. На перах царь самолично отрезал бороды боярам, имевшим наглость явиться безувесистого медика. Началась охота на бородачей. 18 апреля 1923 года в Москве было основано спортивное общество «Динамо», известное в первую очередь своим футбольным клубом. В 1946 году московская «Динамо» совершила турне по Великобритании, став первой советской командой, сыгравшей с британскими профессиональными футбольными клубами. «Динамо» обыграла «Арсенал» и «Кордиф», а также сыграла в ничью с «Челси» и «Рейнджерс». По мотивам поездки «Динамо» в Великобританию, карикатурист Генрих Вальк создал серию рисунков. 19 апреля. В этот день, в 1783 году, Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к Российской империи. После того, как Россия официально уведомила европейские державы о присоединении Крыма, с протестом выступила только Франция. В ответ президент коллегии иностранных дел Остерман напомнил французскому посланнику, что Екатерина II в свое время беспристрастно и равнодушно взирать изволива на завладение Корсикой, а потому ожидает столь же беспристрастного и равнодушного отношения французского короля к присоединению Крыма, стремящегося единственно к успокоению границ Российской империи. 20 апреля. В этот день, в 1934 году, состоялось первое присвоение звания Герой Советского Союза. Ими стали семь летчиков – Водопьянов, Доронин, Каманин, Ливаневский, Лепедевский, Молоков, Слепнев. Звание они получили за спасение экипажа парохода «Челюскин» – 104 человек, которые провели на льдине два месяца после крушения корабля. 21 апреля. В 1856 году каменщики и строители в Мельбурне прошли маршем по городу, требуя сократить рабочий день до 8 часов. Их требования были удовлетворены, и они стали первыми в мире рабочими, получившими 8-часовой рабочий день без потери в зарплате. Субтитры создавал DimaTorzok